Девушки отдыхают «Езжай домой, Коннов. Бог отвернулся от русских. Я ваш последний ангел остался. Езжай и живи как есть. Лучше не будет». Перегнулся тогда Коннов с седла и ножом хватил его по горлу. «Раз отвернулся, то и ангела нам последнего не надо. Мы другого бога сыщем». И ускакал. В головах представителей моего поколения сложился неверный стереотип, что в России 90-х кино как будто вообще не снимали. Понятно почему, страна разваливалась на куски. Экономику рвали сотни голодных постей буржуазии и рабочий класс, неизвергнутый на самое дно существования, пытался не сгинуть. Какое тут может быть кино? Но фильмы снимаются даже во время войн, во время эпидемий и уж, конечно, снимали кино во время агонии убитого советского государства. Проблема в том, что большинство снятых в тот период фильмов даже по скромным локальным меркам оказались редкостным шлаком. Началось все еще в перестройку, когда любая пустышка, лишь бы с подражанием западному формату, могла стать культовой. Но из пустышки не вырастить новое поколение искусства, а потому по-настоящему запомнившиеся фильмы 90-х, можно пересчитать по пальцам. Не помогло делу и обнищание большинства зрителей. Катастрофическое сокращение числа кинотеатров, отданных под магазины, бордели или просто закрывшихся от недостатка денег. Телевизор нокаутировал киноэкран и с отечественным кино мы знакомились в перерывах между трансляциями всего подряд, со всего мира. Неудивительно, что технически отсталые, дешевые и в большинстве своем просто убогие российские фильмы оказались всеми забыты. Но большинство, еще не все. Как ни крути, у России оставались ветераны и последние молодые выпускники советской актерской, режиссерской и сценарной школ. Оставался потенциал, выглядывающий из рубища нищего, надетого на отечественную культуру. То ворошиловский стрелок стрельнет, то брат породит легендарные мемы, то особенности охоты повеселят. Что характерно, почти все пережившие то время фильмы социальны. Народные мстители, народная расслабуха, народные стереотипы, настроение. И это нормально. Люди любят кино о людях, в том числе и о себе. И вот мы подходим, наверное, к самому неочевидному представителю забытых артефактов кинематографа постсоветского пространства. Жили-были в позднем СССР два таких парня, Петр Луцик и Алексей Саморядов. Один был металлургом по образованию, пожившим и на Украине, и в Узбекистане, по работе. Второй – простым парнишкой из Оренбурга. Свела их вместе работа в кино, а именно написание сценариев к фильмам. В ту пору, когда соцреализм стал немодным, а вот чернуха, кровища, жесть и сюр сделались последним писком моды. У советских, а потом и российских авторов. Луцик и Саморядов не отставали от современников. В их фильмах типа «Совой», «Гангофер» и «Лимита» можно найти все признаки эпохи. Аморальных злодеев и антигероев, злую безнадёгу, жестокость, гротескную глупость и гротескные же ужасы быта, человеческих поступков. К слову сказать, почти всеми снятыми по своим сценариям фильмами авторы сценариев в те годы не были довольны и даже просили убрать свои имена из титров. Луцик говорил «Снимают про каких-то уродов, ну уродов просто, ходят уроды, непонятно зачем и что делают, вообще всё непонятно». И это можно понять. Похожие на диких аборигенов казаки из Гангофера, попадающие в смесь гоголевского шабаша с полюциями Тарковского, выглядят не то чтобы приятно. Или персонажи Савоя при всём потенциале, показанные как типичные позднеперестроечные бандюки, сплющенные для простоты. Даже метущийся интеллигент из картины Дюба-Дюба скорее просто жертва, которую может быть жалко. Но всё это люди, изуродованные эпохой, той, в которую созданы фильмы. Именно за чернуху, за отторжение к показанному ругают тогдашнее российское кино. И ругают заслуженно. Ругают за это же и фильм, который мы рассмотрим сейчас. Картина 93-го года «Дети чугунных богов» рассказывает о нескольких днях из жизни оборонного металлургического комбината, затерянного где-то в башкирских степях. Главный герой – молодой рабочий Игнат. Он живёт простой жизнью, сталкиваясь с необычными событиями. В самом начале он спасает завод от взрыва. Потом узнаёт, что между летейщиками и рудокопами предстоит стародавний обряд – кулачная схватка двух лучших бойцов со ставками в виде денег и спирта. Тем временем сам Игнат ворует барашков у башкир вместе с другом, узнаёт об измене своей девушки, вместе с роднёй грабит поезд, а в конце старый чемпион летейщиков Николай просит его драться с чемпионом рудниковских вместо себя. Игнат побеждает, вызвав сдержанное одобрение генерала, приехавшего для испытаний новой брони. Вот и всё. Казалось бы, что за фигню я только что вам рассказал и что за фигню вы увидели? Да, на первый взгляд история выглядит странно и смотрится как очередная чернуха прорусских, коей отечественный кинопром уже тогда был богат. Бухающие, полудикие, грубые, в грязной некрасивой одежде, ворующие и проявляющие жестокость людишки в полутёмных цехах и в снегу, творят какие-то непотребства. Старый рабочий вспоминает, как ему выбил зубы лично Каганович, деревенские жители все какие-то куркули. Да, всё это в фильме есть, и всё это выглядит и впрямь, как в типичной чернухе. Собственно, постановщик, венгер Томаш Тодд, адаптировавший сценарий Луцика и Саморядова, как раз собирался снять очередное пронзительное разоблачение хомосоветикусов, уродливых порождений тоталитаризма, с высмеиванием мужественности и силы типичного пролетария, характерный для советской пропаганды. И оно бы даже получилось, будь у него сценарий попроще. Если же присмотреться внимательней, открывается призабавная картина. Луцик и Саморядов не хотели снимать кино о том, какие совки дерьмовые люди. Напротив, они прямо заявляли, что целью даже самых мрачных их работ является оптимизм и поиск надежды. Мы каждой своей историей хотели поднять дух человека. Если плясать от такой предустановки и от указанного выше недовольства тем, что при адаптации у перестроечных и постперестроечных режиссеров выходили какие-то уроды, то можно рассмотреть историю и героев с другой стороны. Работяги, хоть и грубые, неказистые, некрасивые, не смотрятся аморальным зверьем или мерзавцами. Как минимум, они смотрятся приличнее, чем положительные герои бухочкомедии современности или истеричные животные из исторических поделок какого-нибудь Михалкова. Среди них нет откровенных злодеев, и даже военный выглядит неким авторитетом, перед которым хотят не ударить в грязь лицом. Сам Игнат не замечен за тем, что заламывает руки в крики «Несчастная страна, несчастный народ». Он просто нормальный мужик, живущий в том мире, что нарисован авторами. Он любит и защищает свое, он отстаивает статус. Собственно говоря, по признанию самих Луцека с Саморядовым, образы героев и особенно протагонистов, подсказанные старой кинохроникой и фильмами про рабочих. Собственно, белокурый спортивный красавец Игнат, готовый материал для Дейнеки или фильмов типа «Высота» или даже «Кубанских казаков». Судя по всему, идея была показать чистый, героический образ советского пролетария в современном, несоветском и неприглядном мире. Как бы связать времена. Игнат ведь искренне, от всей души дерется, любит, работает, рискует, побеждает. Идея, согласитесь, хорошая и ни разу не антисоветская, даже не русофобская. Скорее наоборот. Поэтому мне очень весело читать поверхностные отзывы в комментариях от людей, не увидевших в фильме позитивчика. Наложи на это своеобразную постановку и год создания, получишь готовую мишень для праведного гнева очередных разоблачителей буржуйских обоев. Но мы не мещане с комплексом классовой неполноценности, так что давайте думать дальше. Что же пошло не так? А на это нам тоже намекнул лично Луцек. Нашего героя нет среди наших артистов, породы этой нет. Она в прошлом. Учась во ВГИКе, Луцек и Саморядов, несомненно, впечатлились и киноязыком классического советского кино, и его образами. Не зря впоследствии Луцек лично срежиссировал фильм «Окраина», стилизованный под картины аж 30-х годов. И оба сценариста понимали, что типаж и образ сверхчеловека сталинских плакатов и картин Дейнеки в мире современного им пролетариата, уже опустившегося, уже становящегося сборищем люмпенов, выглядит чужим и ненатуральным. Но они и не пытались сделать вид, будто пишут правду жизни. Это сейчас можно заявлять, что всё делаешь по секретным документам на основе реальных событий. А тогда у сценаристов ещё были яйца честно сочинять выдумку. Но что же за выдумку с кумекали добавить Луцек с Саморядовым, чтобы соединить несоединимое? Смотревшие фильм заметят, что события там, хоть и простые, разворачиваются в пространстве, похожем скорее на иной мир, нежели на старый завод. Серьёзно заснеженная степь с верблюдами, пляшущие медвежата на поводках, купание в горячей воде, похожие на пещеру клубы, вечно горящие, взрывающиеся и искрящиеся помещения. На реальный завод это похоже меньше, чем на землю гномов из фэнтези. Собственно, рабочие и впрямь походят на народ из сказки. В некотором царстве жили-были люди, знавшие... Секрет... Стали? И вот молодой член этого племени становится мужчиной, в деле и в бою. И я не шучу, если посмотреть на Путигната в ходе фильма, мы увидим старый добрый кружок мономифа по Кэмпбеллу. Вот он живёт обыденно, как рабочий завода, но стремится к приключениям. Вот он отправляется навстречу приключениям, и сталкивается с башкирами. Вот он опускается на дно, чуть не погиб, женщина ушла к другому, всё плохо. Шайтан его раздери, там даже есть символическая пещера и омовение, преображающее героя, после чего он становится на путь искупления. Игнат героически проворачивает ограбление поезда и сталкивается с финальным испытанием в виде боя за честь цехового братства. В конце он получает дары в виде выигрыша, а главное – знание, завершает обряд инициации. По пути он встречает наставников, получает помощь от благородного разбойника, пытается отказаться от пути вперёд. В той или иной мере большинство признаков выведенного Кэмпбеллом путешествия героя в фильме есть. В финальной сцене Игнат, одержавший победу и вернувшийся в привычный ему мир завода, возносится на высший уровень бытия. Он становится полноценным признанным сыном тех самых чугунных богов. Слуга этих богов, генерал, приехавший на испытание брони, лично становится свидетелем инициации нового члена племени и убывает, никого не покарав, ведь он убедился, что их знания стали так же крепко и сами они так же сильны. Да, я знаю, вы сейчас думаете, что Джо нагородил претенциозной чушь с синдромом поиска глубинного смысла. Но дослушайте. Не обязательно стремиться создать историю по формуле мономифа. В том и фишка, что подобные вещи в человеческом сознании и в культуре выработаны естественным образом. Я сам ни за что не поверю, что Луцик и Саморядов так сочиняли сценарий специально. Но они были профессионалами и не могли не знать основ написания историй. А еще они вместе сочиняли сказки. Тут сложить 2 и 2 несложно. Умеющие работать сценаристы использовали то, что всегда работает. Да-да, сказка это не только инфантильная фигня для дебилов. Это еще и сложная структура. Помогло, как ни удивительно, и видение постановщика. Да, все эти гротескные кадры смотрятся диковато. Да, персонажи выглядят местами натуральными варварами. Люди, прибегавшие в комментарии к разбору концовки фильма «Завод», покричать, что таких как там работяг не бывает. И фильм есть злобный русофобский пасквиль. От этой картины вообще упали бы в обморок. Но если вспомнить, что сценарий придуман изначально под этакую сказку, многое начинает работать. Да, завод больше похож на некую землю полудикого племени, а-ля кемерийцы. Рассказы о приезде Кагановича – точь-в-точь легенды стариков о великих чемпионах ушедшей эпохи. В 49-м приезжал к Кагановичу. Бегает на стан, осмотрел всех вольцовщиков и спрашивает. Кто броневой секретный лес катал? Ну, хожу я и отвечаю спокойно. Я товарищ нарком. Ты кричи и вышиб мне, почитай все зубы. Голоком. Ха, нет, медным пестиком. А потом выяснилось, что отличную сталь броневую раскатал, да такую, чтобы поднять не смогли. Вот тогда приказал товарищ Каганович, чтобы лучшие врачи из той брони зубок ставили. И такие, понимаешь, зубы нет им из носа. Ха, видишь? Крестьянский быт, разбойничий промысел – все тоже на месте, как элементы жизни в стародавние времена, в некоем царстве. Вы из дришей грабите на стрелочек притупили гибко, да? Повезут швейные машинки. Завод дышит огнем и дымом, словно живое существо, словно дракон размером с гору. Башкиры и вовсе выглядят как кочевники средних веков, да еще и пользуются луками. Сами герои носят оружие, иногда самодельное. А еще в фильме старательно избегают любых признаков большой цивилизации. Не показан город, где вроде бы живут персонажи, нет посторонних людей, только завод и его старая мрачная техника, или пустые степи. Промышленная технология существует как бы сама по себе, словно магия или артефакты. Мы толком не видим, как люди работают, словно это таинство, а невероятная броня вообще рождена тайной алхимией. В начальных сценах персонажи натурально вскрывают цистерну со спиртом, словно добывают его из недр. Кстати, как сын сварщика, за попытку резать цистерну со спиртом газосваркой, я убил бы их лопатой во имя техники безопасности. Подсюжет с дракой соперничающих кланов и вовсе смешал в себе нечто историческое с фэнтези, да еще и публика там смотрится так, словно в цех сейчас въедет машина великого хьюмунгуса с голой женщиной на капоте. Нет, ну серьезно, они прямо там свежуют и жарят ягненка. В итоге сказочный сюжет накладывается на ни разу не реалистичную визуализацию, и выходит, что Дети Чугунных Богов это вообще не про наш мир. Фильм про некий гипертрофированный сеттинг, где элементы промышленной цивилизации соединяются с архаизмами и романтизированными образами из прошлого, потому не удивляет и спокойно идущий на ограбление герой. Разве в каком-нибудь вестерне это неуместно? Разве какой-нибудь варвар в меховых трусах не пошел бы в набег? Потому и не бесит при внимательном рассмотрении вся эта корявая утрированность образов. Нас же не бесят гномы, которые носят книгу обид и любят пиво. Намеренно или нет, но авторы фильма создают иную реальность. Честно говоря, я не знаю, чье влияние тут сильнее сценаристов с их задумкой, или постановщика с его видением. Но, скорее всего, конечный результат вывелся из единства и борьбы того и другого. Луцик и Саморядов любили исторические образы и попытались соединить классического советского рабочего с войнами какой-нибудь языческой Руси. А тот снял это в атмосфере постиндустриального упадка. В итоге вышло нечто, что можно окрестить постсоветским технофэнтези. Завод играет роль волшебного края, вокруг которого нет жизни, кроме деревенек и кочевой степи. А боги на армейских вертолетах прилетают затребовать у благородных варваров жертву и одарить в ответ благодатями. В таком сеттинге разворачиваются типичные приключения, идущего на квест героя. Интересно, нет ли расизма в том, что огр, которого побеждают в финале, татарин? Звучит нелепо, но на такой результат работает все. Локации, типажи героев, события, даже диалоги, отдающие простонародной стариной. Короче говоря, как произведение, «Дети чугунных богов» причудливый и в своем роде уникальный отечественный фильм, соединивший разные эпохи, идеи и образы. И ведь его нельзя назвать плохо снятым. Крепкий, хоть и своеобразный сценарий, сочетается с очень качественной работой оператора, получившего за фильм премию Ника. Проезды камеры, крупные планы промышленной зоны, интересные ракурсы в диалогах, ощущения пространства, текстуры, контрасты цветов, грамотно подобранное освещение, грим. Все работает отлично. Завод даже визуально всегда в центре мира. Герои словно живут в его пределах. Бытовки походят на крепости и пещеры, падающие искры придают фантастичности происходящему. Несмотря на очевидно низкое качество пленки, фильм до сих пор выглядит красиво, особенно если вы любите индустриальные пейзажи. Актерский состав вызывает уважение. Еще молодой, неистаскавшийся и нескурбившийся ролями советских насильников в Берлине, Евгений Сидихин отлично сыграл главную роль. Богоподобный генерал, внушителен и добродушен. Благодаря харизме Юрия Яковлева, главного гоблина, начальника завода, играет Александр Калягин. В целом ансамбль солидный, и все справляются с ролями, даже если роли маленькие. В паре сцен мелькает даже молодой Гоша Куценко, который не бесит. Актеры играют настолько хорошо и естественно, насколько можно в гротескном мире фэнтезийного завода. Даже если кто-то деревянен и неестественен, срабатывает то, что я называю эффектом звездных войн. Это когда в фантастическом окружении элементы мира и эстетика прикрывают недостатки актерской игры или естественности диалогов. Получается так, потому что не с чем сравнивать. Мы не были на татуине с дроидами или на мегазаводе, где устраивают кулачные бои. Естественно, срабатывает эффект не всегда и не у всех. Но в данном случае актеры сами по себе не бездарные. Тогда еще была жива советская выучка и дисциплина, да и участникам было интересно работать, а не только гонорары получать. Старый я танкист и офицер, ребята. Много чего повидал. 25 лет в войсках. Был и в Африке, и в Европе, и в Азии. Ну что же, славную вы сотворили броню. Ребята, как и положено ей быть. Славную броню. Если говорить о личных впечатлениях, откровенно неудачным я могу посчитать только образ водителя, что подвез Игната к родне. Слишком натянутый смех, слишком бессмысленно. Но если моя главная претензия к персонажу одной минуты, то все не так уж плохо. Декорации простые. Много ли надо сил, чтобы в 90-е найти полуразваленный завод и бытовки к нему, а потом обрядить героев в рабочие комбезы? Нет, конечно, для нынешних творцов это не посильная задача, но я скорее о настоящих съемках настоящих фильмов. Бюджеты и сложности на уровне итальянского постапокалипсиса. Ну и что? Если предъявлять какие-то серьезные претензии, то я разве что придрался бы к недостаточной выраженности инаковости, отличия получившегося мира от обыденности. Видно, что задумана история как нечто в целом реалистичное, но наполненное аллюзиями, символизмом и насказанием. А вышло в итоге просто фэнтези. Но тут скорее дело в недооформленности итога, в случайности некоторых решений и совпадений. Отчего местами картина выглядит недожатой в плане сеттинга. Проще говоря, нет накала необычности. Оттого зритель зачастую путает картину с обычным производственным фильмом про металлургов. Так что детям чугунных богов нужен был свой бадди. Но давайте честно, мы собрались не только и не столько ради обсуждения художественных особенностей фильма. Настало время приплести чертову политоту. Дети чугунных богов Дети чугунных богов очень интересный проект, в котором сочетаются разные факторы создания и наполнения. Но главный фактор, как всегда, внешний, общественное бытие и порожденное им общественное сознание. И речь не только о том, что сознание это породило Луцика с саморядовым и то-то, делавших одно, снимавших второе, а получивших вообще третье. Дело еще и в том, что от фильма ждали именно очередной, пусть и талантливой чернухи, про то, какие дикари эти совковые работяги. Я могу сколько угодно хвалить сценаристов, но массовых фильмов у них не получалось никогда. В те годы в России рынок вообще захватили пиратские кассеты с Ван Дамом. Кино снималось либо для отмыва денег, либо для фестивалей. И на фестивалях этот фильм приняли тепло, дежурно похлопали, поговорили про народный дух, после чего просто забыли. Не надо тешить себя иллюзиями относительно искусства для небыдла. Там заказ, потный вал тематических работы, циничное пренебрежение к чужому труду цветут в полный рост. Вот и работу Луцика с Саморядовым просто швырнули в общую кучу. А потом и сами авторы умерли. Саморядов в 94-м году, причем погиб он такой же смертью, как Герой Чернухи, или даже его собственные персонажи, упал с балкона, пытаясь по пьяни перелезть. На Ялтинском кинофестивале, в гостинице, во время события, помпезно назначенного точкой рождения нового кино. Видимо, новому русскому кино хороший самобытный сценарист был не нужен. Луцик дожил до 2000-го, срежиссировал Окраину по их совместному сценарию. А Окраина это даже более своеобразная и необычная работа на популярную в конце 90-х тематику народных мстителей. И это неудивительно. Несмотря на всю необычность и, я бы даже сказал, замороченность их сценариев, делавших фильмы скорее артхаусом, чем народным искусством, эти двое всегда держали руку на пульсе эмоций и переживаний соотечественников. Дети чугунных богов это рассказанный языком эпика срез сознания и образа людей раннего распада советской промышленности, инфраструктуры, социальных отношений. Там контрастирует идеал советского человека с неидеальным бытием, которое кажется нереальным. Окраина же служит своеобразным продолжением не сюжета и истории персонажей, но темы преображения наших современников в подобие племени. Вот почему против купивших родную землю богачей снаряжаются в поход мужики, откровенно старомодные, говорящие странным языком и словно изображающие былинных богатырей. Пошли на протоку мертвые деревья валить. Вот и покусали папу. И лошади отобрали бурильщики. на своей земле собаками потравили. А былинность мужиков из окраины в том, что они не растворились в новом быте, как большинство, но с оружием в руках, готовые на насилие, пошли отвоевывать свой кусок справедливости. Как Илья Муромец или как первые красноармейцы. В сравнении с куда более популярным и простым фильмом «Любить по-русски», тут все жестче, эпичней и интересней. Да еще и без лишней мелодрамы. И вот такие вот сильные вневременные образы идеально сочетаются с остеализацией Луцика под довоенное сталинское кино, где подчас снимались именно такие люди, еще недавно убивавшие всякую колчаковско-деникинскую мразь. И сюжеты были соответствующие. Про этих самых людей, уравнивающие их с древнерусскими богатырями. «Похочу разобраться тихо. Как это земля наша без нас же продалась?» И тут я начинаю навлекать на себя гнев любителей завернуться в красный кумач и поорать, как вредное антисоветское кино сначала погубило СССР, а потом еще и очерняет его память. Не потрудившись изучить предмет разговора эти люди живо запишут «Детей чугунных богов» в ряд антисоветских русофобских поделок, к тому же снятых иностранцам, да еще и на буржуйские деньги. Тот факт, что в фильме нет идеологических посылов, направленных против кого бы то ни было, что мрачность и дикость там гипертрофированные и сказочные, их не остановит. Когда подобное мешало искателям тайных смыслов, иные городские сумасшедшие в детских мультиках жадомасонский заговор видят. Но, допустим, нечто злонамеренное в картине есть. Допустим, гротескные работяги это специально созданный образ совковых русских дикарей на потеху либералам и проклятым пиндосам. А так ли уж несправедливо было это злобствование к 93-му году? И нет, я не о том, что работяги и заводчане это быдло, хотя от некоторых особо прогрессивных левых, чья левизна заключается в хипстерском писке, что «Капитаизм это плехань овенье». Можно услышать в адрес грязного мужичья эпитеты и похуже. Но я вырос в пролетарской семье и знаю, что рабочие заводов ничем не хуже белых воротничков, а порой как люди намного приличнее. Потому что упорный организованный труд хоть и изматывает, но воспитывает. По крайней мере воспитывал раньше, до тех времен, что показаны в фильме и до тех времен, когда он был снят. Не будем сейчас в 101 раз ввязываться в спор о том, как повлияло на культуру и некую человеческую природу революция 17-го года. Просто отметим, что до проклятых жидоборщевиков в стране была легально детская проституция. На при этих самых борщевиках шахтеры считались богатыми людьми, а диссидентам КГБ чуть ли не попки подтирало. Позвольте уж в обзоре фильма не приводить тонны пруфов, опровергающих неполживые байки про ютящихся в бараках и расстрелянных за опоздание на 3 секунды совковых рабов. В сравнении с этими рабами нынешние манагеры выглядят как морлоки супротив элоев. Миллионы квартир, полученных рабочими бесплатно, бесплатная качественная медицина, а самое главное образование. Все это говорит само за себя. Неполживцы получают мое официальное разрешение рваться до затылка в комментариях прямо сейчас. Но продолжим. Дети рабочих могли расти здоровыми, сильными и умными, становясь либо еще лучшими рабочими, либо инженерами, другими специалистами, а то и вовсе художниками, актерами, музыкантами или кем-нибудь еще. Именно в этом главная награда пролетариата. Но СССР, как известно, распался. И не в один день по мановению руки злых волшебников СЦРУ и даже не после кровавого жертвоприношения младенцев Горбачом и Ельцином. Процессы распада длились долго и назывались они реставрацией капитализма. Утрата рабочим классом прямого контроля и участия в экономике в результате внешних и внутренних факторов типа мобилизации для войны и устранения ее последствий, амбиции партийных чиновников, политических маневров и откровенно тупых реформ с восстановлением элементов рынка, а еще радостный провал в планировании, за который отвечали герои всяких служебных романов, как раз и породившие столь ненавистный им самим дефицит. Все это привело к стагнации и появлению предпосылок к оформлению новой буржуазии, которая народное имущество просто разворовало, объявив это приватизацией и борьбой с недостатками системы, которые они сами и породили. Но новая буржуазия не смогла бы ничего, если бы все те же причины не сделали равнодушным утратившим остроту классового сознания народ СССР. Те самые шахтеры громче всех требовали долой КПСС, те самые работяги поддержали Ельцина, потому что тот казался своим в доску. Врачи, ученые, учителя, очень многие из тех, кто сегодня последний пенис без соли доедает, тогда поддержали ухудшение собственной жизни. Речь сейчас не о технологиях обмана или манипуляции, речь о том, что сознание людей размякло в ходе реставрации капитализма с сохранением подушки безопасности социализма. Ну, знаете, вся эта стабильность и спокойствие. Сознание размякло и откатилось назад, к чему-то более примитивному, простому. Когда ты отчужден от своего труда как работник, твоими радостями снова становятся мелкие удовольствия, типа накопления материальных христианский дух, так трупные пятна царской России, вроде христианского менталитета и узкого цехового братства, снова проявились среди колхозников и заводчан. Люди вернулись к образу жизни закрытых семей, отделенных друг от друга, к хозяйственному укладу, к делению по территории, по имущественному признаку, к системе свой-чужой. Все это не могло не вытащить на свет божий болячки, вроде пьянства, невежества, огрубения, неразвитости и прочих интересных вещей. Поэтому к 93-ему году мы местами имели картину умирающего зверя в лице заводского пролетариата, чьи заводы были построены их же отцами для всех, но постепенно перешли в руки кучки самоназванных хозяев. И все же нет, даже позднесоветские рабочие не были недочеловеками и с поганой лживой поделки Говорухина так жить нельзя или маня фантазий Троцкого. Я прекрасно знаю людей, которые тогда еще работали, я знаю, как они жили. Да, заводы, больницы, школы уже обветшали. Да, дисциплина, порядок, условия на производстве тогда уже местами были не к черту, особенно в провинции. Но люди работали, люди сохраняли достоинства. Это уже потом, когда заводы начнут продавать с молотка, старые станки распиливать и сбагривать как металлолом, рабочих просто вышвыривать на улицу, воровать их зарплаты, лишать сил, средств и времени для развития и поддержания уровня жизни. Вот тогда мы увидим Люмпенов, изуродованных и несчастных людей. Мы их увидели. Кристально чистый беспримеси и пример того, как буржуазия обходится с пролетариатом. И вот 93-й год, фильм Дети Чугунных Богов. Луцик и Саморядов, пусть и делали эпик, но ухватили в этом эпике самый срез, само сосредоточие того поколения, тех рабочих, поколение Игната, это по сути поколение моих родителей. Они получили наследство великого советского народа, выращенные, выученные, выпущенные в жизнь. Но живут они уже в полуразрушенном царстве вокруг завода, который кажется не чем-то своим, а чем-то чужим, магическим, потусторонним даром богов, которые посылают жрецов делать заказы, давать работу и спрашивать за нее. Вокруг все ржавое, старое, корявое, за пределами родного круга дикари, как белокурый рабочий Дейнеки на заводе начала 90-х выглядит чуждо. Так и могучее наследство чугунных богов смотрится почти волшебным в том мире, что получился в фильме. И потому вместо производственного романа мы получаем почти фэнтези. Этот фильм, несмотря на все его неровности и задумку, подходящую далеко не каждому зрителю и не каждому режиссеру, я не могу ругать, как явление социальное. Он вышел таким, каким вышел в силу конкретных материальных факторов. И не надо лезть в дебри арт-хауса, сочинять эфемерные сущности, чтобы его понять. Потому я и сделал это видео с целью показать, на не самом очевидном примере, каким бывает искусство в нашем материальном мире. Даже пафосное название это отсылка к советской культуре, где чугун славился как первая основа металлургии. Серьезно, я успел в советском учебнике младших классов прочитать сказки про старый мудрый чугун и молодую наглую сталь. Сейчас дети чугунных богов истреблены новым бытием и новым сознанием. Игнаты разошлись работать сторожами, продавцами ларьков, шабашниками. Дети их сегодня рассказывают о правильном капитализме и метастазах совка. В таких условиях фильм, который неоднозначно придумали и неоднозначно воплотили, теперь кажется совсем потусторонним. А жаль, в нем, как мне кажется, куда больше творчества и старания, чем в очередной киновселенной. Такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok